Вчерашняя видеоконференция, она вот этот вот круглый стол, который проходил онлайн, он назывался «Как мир может помочь Беларуси». Что-нибудь новое, какие-нибудь новые меры в ходе этого разговора обсуждались, помимо той вот помощи, которую уже Европа и другие страны оказывают Беларуси? Самое важное в этой конференции было то, сколько внимания мы получили от ведущих стран мира, сколько мы получаем поддержки. На сегодняшний день мы говорим о декларациях, о доброй воле западных стран, о демократических странах, о том, что они хотели бы нам помогать, преодолевать этот кризис и приносить изменения в Беларуси. Нам очень важно конвертировать всю эту добрую волю, эти заявления, это желание помогать в практические шаги. Это тоже делается ежедневно. Конференция сама – это демонстрация солидарности, демонстрация поддержки беларусам, но ежедневно мы ведем эту работу для того, чтобы добиваться конкретных шагов, для того, чтобы удерживать западное правительство, наших друзей в едином строю, чтобы консолидировать эту позицию и убедиться в том, что этот строй сохраняется и что мы продолжаем двигаться в одном направлении. А вот как раз вы о США упомянули и наши зрители вас спрашивают, запущен ли механизм поиска денег Кошельков и Лукашенко, который был ранее анонсирован в США? Да, это то, что включено в акт о демократии в Беларуси. Предполагается подготовка такого доклада, который должен быть опубликован в течение 90 дней после принятия закона. Мы ожидаем, что где-то в марте, в апреле месяце, какой документ будет готов. Обсуждали мы этот вопрос и во время встреч с Фишер и ее делегацией мы ожидаем, что такой документ будет готов. На самом деле такая работа уже ведется, но в течение 90 дней мы ничего об этом не можем знать. Только тогда, когда доклад будет опубликован, мы сможем ознакомиться с ним. Как я уже упомянул, состоялась встреча с послом США Джули Фишер у Светланы Тихановской на этой неделе. Что обсуждалось там нового и шла ли речь о встрече Тихановской с Джо Байденом, о чем также мы много уже говорим? Да, безусловно. Это один из самых важных и самых многообещающих и практических вопросов. Встреча Светланы с новым президентом США. Мы обсуждали сроки, мы обсуждали формат, мы думали о том, какой может быть эта программа. Сейчас мы знаем о том, что в США серьезная ситуация с COVID и новая администрация очень серьезно относится к тому, чтобы прилагать практические меры к преодолению этого кризиса. Для них это приоритет номер один. Приостановлены какие-то серьезные визиты, они откладываются до того времени, когда ситуация с COVID не улучшится в США. Это принципиальная позиция самого Байдена и его администрации с тем, чтобы все остальные американцы следовали такому примеру и не вовлекались в какие-то дискуссии, во встречи без необходимости, без срочной необходимости. Мы будем еще уточнять сроки, мы будем уточнять последовательность таких контактов. Это могут быть телефонные звонки, это могут быть звонки с разными институтами в США, это и исполнительная власть, и с палатой представителей, с Конгрессом в США. Готовится несколько слушаний в Конгрессе, и это то, что все будет насыщать нашу повестку в ближайшие недели и месяцы. Но в конечном итоге мы надеемся на то, что состоится такой визит, то, что он будет очень практическим. Да, важна декларация поддержки белорусам, и, конечно, такой визит, это, может быть, ничего сильнее такой солидарности не может быть, но мы также рассчитываем на то, что визит приведет к практическим шагам, которые позволят США действительно показать свою поддержку белорусам на практическом уровне. А сама госпожа Фишер, в свою очередь, планирует ли встречу с Лукашенко, и будет ли она получать верительные грамоты от него или от Макея? Она должна вручить верительные грамоты Лукашенко или тому человеку, которого на сегодняшний день занимает пост. Просто очень важно отметить, что встреча с Тихановской до того, когда она приедет в Беларусь, это уже своеобразный сигнал, сильный сигнал того, что Светлану Тихановскую признают на очень высоком уровне, признают как реальную силу политическую, как человека, который представляет белорусов. И именно такая последовательность, сначала Тихановская, а потом заезд в Беларусь, она обо многом говорит. Что будет дальше? Каким будет сценарий развития событий по ее приезду в Беларусь? И это тоже еще вопрос, когда это произойдет. Это то, что американская сторона решает на своем уровне. Что произойдет дальше? Это, скажем так, для американской стороны решать. Мы разделяем их позицию, мы слушали логику посла Фишер о том, как они смотрят на эту ситуацию, на эту последовательность. Мы ее понимаем, мы ее воспринимаем, мы поддерживаем. Считаем, что Джули Фишер прекрасно подготовленный дипломат, который может очень многое сделать для двусторонних отношений и для поддержки Беларуси. Появилась информация о том, что готов список уже четвертого пакета санкций Евросоюза. Там, по-моему, 165 человек, в частности, Крпенков, печально известный. Когда примерно может быть принят этот четвертый пакет санкций и кто еще из ключевых людей в нем есть? Такая работа ведется. Европейский союз уже имеет этот пакет, они его рассматривают. Вполне возможно, это произойдет в конце февраля, но более реалистично рассчитано на то, что это может быть конец марта. То, какие люди попадут в этот список, какие предприятия, какие бизнесмены, которые поддерживают на сегодняшний день Лукашенко, это также вопрос, который остается открытым. Мы не можем раскрывать этих имен, мы не можем говорить о том, кто попал в список на сегодняшний день. И тем более мы не можем брать на себя ответственность, решать за Европейский союз, каким будет окончательный список. Такая работа ведется. Мы будем призывать правительство, национальное правительство, которое входит в Европейский союз, с тем, чтобы они оказывали поддержку продвижению этого пакета, чтобы решение о его принятии было положительным как можно более скоро. А вот смотрите, какую я сторону касательно европейских санкций хочу затронуть. На прошлой неделе появлялась информация о том, что директор свободного театра Николай Халезин из своих источников получил информацию, простите за тавтологию, о том, что есть определенные лоббисты в европейских странах, которые лоббируют, чтобы кошельки Лукашенко не попадали в санкционный список. В частности, речь шла о Гуцериеве и об Олексине, соответственно, которых лоббировали делегации Германии и Латвии, чтобы они не попали в этот список. Что известно об этой стороне вопроса? Обсуждалось ли как-то с лидерами той же самой Латвии и Германии вот это вот все? Безусловно, мы это наблюдали уже во время принятия третьего пакета санкций. Действительно, лоббисты кошельков Лукашенко очень активно работали над этой задачей, но они тоже должны понимать, не только лоббисты, но и их заказчики, что самым лучшим вариантом не попадания в список будет отказ от поддержки Лукашенко, отказ от репрессии своих собственных рабочих с тем, чтобы их не рассматривали, не включали в такие списки. Есть вариант непопадания. Не обязательно тратить огромное средство на своих лоббистов и в то же время продолжать нарушать закон и предавать белорусов. На самом деле, в том, что они делают, когда они поддерживают Лукашенко, когда они репрессируют своих собственных рабочих, они делают именно это, они предают белорусов. Видимо, все-таки встреча Тихановской с послом США одна все-таки из главных тем нашего разговора, и зрители в комментариях возвращают снова к этому и спрашивают, а есть ли какая-то теоретическая возможность, что Лукашенко может психануть и не пустить нового посла США на территорию Беларуси? Лукашенко известен своей непредсказуемостью, а в то же время ему очень важно, чтобы американское присутствие, дипломатическое присутствие Беларуси усиливалось. У него есть надежда на то, что Джулий Фишер все-таки попадет к нему и вручит верительные грамоты. Это будет, безусловно, сильным сигналом, который он сможет использовать в своих целях пропагандистских, рассказывать о том белорусам, что, посмотрите, Соединенные Штаты меня признают как легальным президентом, и это означает, что ваша игра проиграна, пора сдаваться, пора заканчивать протесты, Ситуация восстанавливается, статус-кво, о котором он так много говорит, наступил. Но, тем не менее, я не думаю, что Лукашенко все будет так легко происходить. У американской стороны есть свое видение этого вопроса. Посмотрим, как оно будет реализовываться. Но в то же время Лукашенко кровно заинтересован в том, чтобы американское присутствие в Беларуси было на таком высоком уровне. И для того, чтобы попробовать использовать его для своих пропагандистских целей. Второй стороной этого является то, что присутствие американского посла через 13 лет уже после его высылки из Беларуси будет довольно сильным сигналом в сторону Кремля, в сторону Китая. Я тоже думаю, что китайцам важно было бы видеть развитие этого вопроса. Но в особенности в сторону Москвы. Они могут увидеть, что Лукашенко укрепляет свои позиции внешнеполитические. Конечно, по сравнению с нулем, на котором сейчас находится внешняя политика Беларуси, это будет довольно серьезным развитием событий. Можно даже сказать, в определенном смысле, в пользу Лукашенко. Я думаю, что он будет обыгрывать этот факт в своих связях с Кремлем. Валерий, а можно сегодня сказать о некой такой международной изоляции режима Лукашенко? Или такой ситуации пока нет? Есть. Есть такая изоляция. Она абсолютно очевидна. Она наиболее острая за все годы существования режима Лукашенко, за все годы правления его Беларуси. Есть. Я бы сказал даже, что не было такого периода, не было бы такой обстановки, когда эта изоляция была настолько отчетливой, настолько острой и настолько болезненной для Лукашенко. Тот факт, что еще не введены серьезные санкции против режима, не означает, что они не будут введены. В этот раз видно то, что западные страны, западное демократическое сообщество настроены решительно в неприятии того, что происходит в Беларуси, в неприятии президентства Лукашенко вопреки воле беларусов. И тем более неприятия тех практик, которые на сегодняшний день присутствуют в Беларуси. Это репрессии, это насилие, это беззаконие. Поэтому, да, международная изоляция такая, какая не была никогда. Если мы посмотрим на внешнюю политику Лукашенко на этом этапе, то никогда она не была в таком печальном состоянии, никогда она не смотрелась настолько убого. Особенно если смотреть на это по сравнению с усилиями, с внешней политикой Светланы Тихановской, насколько широкий круг контактов у нее на сегодняшний день. Каждую неделю мы видим целый ряд встреч, звонков, обсуждений, дискуссий, интервью на самом высоком уровне с самыми серьезными источниками, с самыми серьезными государствами. Только на этой неделе у нас были встречи с представителями Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности США и Великобритании, и с другими странами, в частности с Эстонией, которая также входит в Совет Безопасности. У Лукашенко или у Макея такой роскоши нет уже очень давно. Тут пользователь под ником Громобой шутит и говорит, что лучше бы Лукашенко психанул и сам себя отправил в Ростов. Тем временем, пока вы отвечали на мой вопрос, мы тут показывали кадры, показывали в частности президента Литвы Гитаноса Науседу и Марию Колесникову, Веронику Цыпкалову и Светлану Тихановскую, которую номинировали на Нобелевскую премию мира. Но, Валерий, я, если честно, немного запутался в этих новостях. Получается, что они были номинированы несколькими лидерами сразу, потому что вроде бы Науседа президент Литвы номинировал одну лишь Светлану Тихановскую. Но, тем не менее, мы видим, что в числе номинантов есть и сразу все три, так сказать, символа протеста Беларуси. Да, Мария Колесникова, Вероника Цыпкала и Светлана Тихановская. Так в итоге, кто был кем номинирован? Расскажите об этом. Признаюсь, я не являюсь специалистом по Нобелевским премиям, не могу ответить однозначно на этот вопрос. Но самое важное, то, что подчеркивает сама Светлана в своих ответах на этот вопрос, это то, что номинирует в данном случае ее как символа беларусского народа. Присутствие Вероники Цыпкала, Марии Колесниковой в этой номинации абсолютно обоснованно, абсолютно логично. И, безусловно, вся эта троица или Светлана Тихановская в одиночку, они, безусловно, являются в данном случае символом беларусского народа, мирного протеста, упорного, смелого, мужественного, несмотря на репрессии, которые продолжаются и до сегодняшнего дня. Тот же пользователь Громобой пишет по отношению к вам, что выступает будущий министр иностранных дел Беларуси. Вот. Валерий, еще такой вопрос. Вот вы как раз, когда я спрашивал о международной изоляции, вы говорили о том, что фактически она сейчас есть по отношению к режиму Лукашенко. И вот на этом фоне в понедельник большое интервью дал Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности. Там он, в частности, сказал о том, что Беларуси и России нужно еще более интенсивнее интегрироваться. Вот может ли этот процесс запуститься на фоне международной изоляции, более интенсивная интеграция с Россией? Безусловно, Россия может воспользоваться слабостью Лукашенко для того, чтобы усилить свой контроль над экономическими и политическими процессами Беларуси, над сферой безопасности. Но мы обращаем внимание всех наших международных партнеров, это обязательный пункт нашей повестки дня, в любом обсуждении. То, что любое подписание Лукашенко в статусе нелегитимного правителя Беларуси с Россией или с любыми другими странами, которые подвергают опасности национальные интересы Беларуси, которые усиливают контроль России, например, любых других государств над Беларусью, распродажа любых активов, которые принадлежат народу Беларуси, они будут нелегитимными, недействительно незаконными, они будут оспариваться и, в конце концов, их будут отменять. Поэтому мы этот вопрос держим на контроле, мы его обсуждаем с нашими международными партнерами и будем привлекать внимание к этому вопросу дальше. И еще зрители спрашивают у вас, контактируете ли вы лично с диаспорой беларусов США и чем могла бы помочь диаспора в США? Да, безусловно, такие контакты происходят. Мы информируем о том, что делается офисом Светланы Тихановской, какие планы, какие инициативы запускаются. Тут уже сама диаспора решает, каким образом они могут участвовать об этих вопросах, что соответствует их возможностям, что соответствует их интересам. Смотрите, еще на этой неделе появлялась достаточно противоречивая информация о бывшем премьер-министре Беларуси Сергея Румасе. То его задержали, то не задержали. Известно вам что-то, где вообще Сергей Румас находится? Только из сообщений в СМИ. Мы знаем о том, что он находится в Великобритании в данный момент времени. Не знаю, есть ли у Сергея Румаса какие-то интересы начинать политическую деятельность. Долгое время его рассматривали как какую-то интересную альтернативу. Это еще было, пока он находился в Беларуси, еще до августа 2020 года. Будет ли он участвовать в политической борьбе или нет, вопрос остается открытым. И, конечно, он должен адресован быть ему. Думаю, что любая помощь, любое участие на этом этапе, они были бы важны для успеха этой революции. Если Сергей Румас будет поддерживать те принципы, те идеалы мирного протеста, направленного на решение этого мультиполитического кризиса в Беларуси, с тем, чтобы у Беларуси были проведены свободные демократические выборы. Если он будет разделять такие подходы, если он примет участие в этой борьбе, то, я думаю, это будет довольно важным фактором. Ну, то есть, каких-то его контактов ни со штабом Тихановской, ни с Народным антикризисным управлением Павлова Латушка не было? Мне про такие контакты ничего не известно. И в конце, наверное, спрошу вас, Валерий, о том, что у нас намечается на следующей неделе в Беларуси так называемое Всебелорусское Народное Собрание. И посольство США, кстати, на своем сайте как раз таки назвало все это действие нелегитимным. Вот, как вы прокомментируете вот то, что планирует Лукашенко проводить 11 и 12 февраля? Похоже на то, что это собрание будет просто пропагандистской картинкой. Никаких серьезных решений на нем мы пока не видим, чтобы они были приняты. Они, во всяком случае, не анонсировались. Если бы какие-то решения серьезно прорабатывались, то мы бы о них уже знали о том, что разрабатывается, что продумывается, какие решения могут быть. Невозможно себе представить, чтобы 2700 человек за два дня могли обсудить какие-то серьезные вопросы, высказаться, повлиять на решения. Скорее всего, это останется такой пропагандистской картинкой, которая ни к чему новому не приведет. Лукашенко считает, что никакие изменения на сегодняшний день в Беларуси не должны проводиться, поскольку он прекрасно понимает, что любое изменение, любая трансформация, они могут только ослаблять его власть, но они ни в коем случае не усилят ее. Он боится голосований, он боится референдумов, ни в коем случае он не хочет делиться властью, поскольку он эту власть аккумулировал не для того, чтобы ей делиться, а для того, чтобы ей пользоваться бесконтрольно, как обычно у дурпака. Что ж, спасибо большое, Валерий. Напомню, что мы говорили с представителем Светланы Тихановской по международным делам, Валерием Ковалевским. Валерий, еще раз спасибо и до свидания.